Казалось бы, лето, значит молочка должна стать дешевле. В этом сезоне вышло иначе. И сливочное масло заметно подорожало. Выше стали стоить баранина, бескостная свинина, чёрный чай, растворимый кофе, какао, огурцы и апельсины. Ценник поднялся от 4 до 17%. В этом году, наверное, из-за неурожая подорожали ягодные, фруктовые товары. У меня есть дача, но я покупала, покупала малину, яблоки постоянно покупаю. Дорого очень. В два раза подорожало по сравнению с прошлым годом или даже более. Малина была до 1300, но цену ставили 130 рублей за 100 грамм. 1300 рублей килограмм малины. Я пенсионер. Есть и те продукты, которые в августе, наоборот, резко подешевели. Это варёная колбаса, помидоры, репчатый лук, морковь, столовая свёкла, бананы, яблоки и виноград. Понижение произошло в диапазоне от 4 до 20%. До 15% ниже стали стоить бумажные платки, школьные рюкзаки и смарт-часы, а также зубные щётки, гели для души и крема для рук. В целом, продукты в регионе подорожали на 3%. Не продовольственные товары на 4%, а услуги на 9%. Фантастические. А вы что делаете? А зарплата? А зарплата никакой. С женами ходят по магазинам, на всём экономят. Ну, бывает, и колбасу берут. Масло, что там, сметаны. Как обычно, что-то. Они же были бы цены, было бы лучше. Ну, конечно, подешевле были бы цены, было бы лучше. Ну, как есть. Очень большие. Каждый день почти чуть-чуть прибавляются. Ну, не каждый день, я имею в виду. Ну, в месяц это точно. На 5-10%, а то и больше. А когда получают вдруг пенсии, прибавляют, то сразу тот же процент всё делают. И на продукты. Ну, видите, и маршрутные. Ну, всё. Я стараюсь всё сама готовить. Также майонез. Всё получается дешевле. Инфляционные ожидания россиян, согласно опросу фонда «Общественное мнение», составили 15%. 49% респондентов заметили сильный рост цен. 33% – умеренные. Всего 82% заметили удорожание товаров и услуг. Видимо, именно с этим связано сокращение людей, имеющих хоть какие-то сбережения. Доля тех, у кого есть накопление, составила 34%. В последний раз такой же низкий процент ответивших был в марте 2022 года. Из-за нехватки текущих доходов россияне вынуждены тратить свои накопления. Также рост цен побуждает людей больше экономить и отказываться от запланированных покупок. Доля таких людей выросла до 71%.